Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня я хочу немного поговорить о том, что нужно сделать для того, чтобы томаты лучше вызревали. На данный момент, например, у нас сложилась вот такая ситуация. Мы неплохо накормили свои томаты. У нас они завязались хорошо. Вот такие вот громадные кисти больших помидор, крупноплодов. А вызревание в основном у нас не всегда стандартно идет именно у крупноплодных сортов. За счет чего, конечно, плоды крупны? За счет того, что все равно в почленном растворе у нас было достаточно большое количество азота. За счет него идет укропнение. В основном у нас укропнение плодов. Но сейчас нужно уже заботиться о том, чтобы все эти плоды качественно вызрели. Чтобы у нас не было вот этого белого пятна, что называется желтого пятна у плодоножки. Чтобы было как можно больше содержания сахара и так далее. Поэтому что нужно сделать? Нужно, чтобы в почленном растворе на сегодняшний день было преобладание калия по сравнению с азотом. И преобладание должно быть где-то в 2, а то и в 3 раза больше, чем азота. Подкормки можно делать как по листу, так и по корень. Но стоит учитывать, что по листу мы можем немножко корректировать. Только чуть-чуть. Потому что по листу калий это у нас макроэлемент. Его томат просто поедает больше всех, в 2 раза больше, чем азота, в 4 раза больше, чем фосфора и так далее. И довольно-таки большое количество. И по листу мы можем дать не более 1,10, а может быть даже 1,01 той нормы, которая ему нужна. Поэтому если он из почвы его не возьмет, то одной листовой подкормкой мы ничего не решим. А теперь конкретно о том, чем лично я подкармливаю просто свои томаты. В этот момент подкармливаю я комплексом удобрением. Удобрение Gringo 8,16,40. Где 40, это у нас как раз калий. То есть азота всего 8%. Да, немножко азота есть, но он здесь весь содержится в нитратной форме. То есть в этот момент нельзя ни в коем случае давать азот в аммиачной форме под корень. Под корень. Это удобрение чисто водорастворимое, которое под корень. Такие комплексные удобрения есть и других ферма. Поэтому проблем найти с комплексными удобрениями нет. Почему именно комплексные удобрения лучше сейчас использовать? Все равно и всегда лучше использовать на любом этапе. Потому что все равно здесь всегда добавлены микроэлементы все еще. Кроме того, что здесь макроэлемента 3. Да, вот основной азот, фосфор и калий. Но еще есть и микроэлементы, и бор, и магний, и марганец, и цинк и так далее. То есть целый набор микроэлементов. Поэтому он даже может дефицит каких-то микроэлементов, конечно, восполнять. Поэтому не моноудобрением. Хотя можно и моноудобрением подкормить. Например, сульфатом калия. Разводим. Все очень просто. 20 грамм на ведро и под куст 1 литрик. И это будет у нас норма на неделю. Вот в этот период уже начиная, когда первые плоды буреют и начинают краснеть. Вот с этого момента для лучшего возревания. Теперь, чем лично я пользуюсь по листу. Опять же, комплекс Плантофол 51545. Плантофол это удобрение комплексное чисто для листовых обработок. В чем отличается? Дело в том, что здесь добавлены уже прилипатели, которые лучше позволяют прилипнуть к листу и проникнуть в лист. И азот, что самое главное, здесь всегда идет в аммиачной, либо в амидной форме. Именно в такой форме азот усваивается листом. Не в нитратной. И здесь вот смотрите, разница какая. Под корень ни в коем случае ни аммиачного, ни амидного азота сейчас нельзя давать. Только даем нитратный азот. Если есть. И в том комплекс, который я предварительно показал, который под корень используется, там именно нитратный азот. Здесь же с точностью да наоборот. Потому что лист, через лист нитратный азот не усваивается. Поэтому во всех листовых подкормок азот идет вот именно в такой форме. Это стоит учитывать. Поэтому им сейчас, например, под корень нежелательно. Только по листу. А тем наоборот, естественно, мы даем под корень, но он по листу не пойдет у нас. Вот два разных удобрения. Хотя оба комплексных. Понятно, что схожие удобрения есть не только фирма Плантофол. То есть не только эта компания. В Агромастере Плантофит, по-моему, тоже такая же прекрасная линейка. Также в Агромастере есть линейка удобрений. Комплексных тоже замечательных. Но стоит учитывать, что все равно Агромастер как бы российская компания. Это компании иностранные. Но учитывать стоит все равно одно. Что там, что там, все равно сами составляющие, все равно иностранного происхождения. Мы поставляем туда простые соли. Они делают из них более качественные соли. То есть более чистые и так далее. Опять мы у них все это закупаем. Вот сейчас идет такая схема. И Агромастер просто их смешивает. И вот получается, что называется, вот такой пакетик. И вроде бы это российский. Хотя все составляющие, особенно микроэлементы. Потому что идут хилаты и так далее. Они тоже, в принципе, импортного производства. Сейчас начинают и наши думают над тем, что самим нужно производить качественный именно конечный продукт. Не поставлять просто гнать аммиак куда-то. А из него делать вот именно хорошие азотные удобрения. Именно чистые соли, которые лишены тяжелых металлов и так далее. Хлора нет. Все. То есть у них химия пока все равно развита лучше. Поэтому хорошие удобрения закупаются все равно за границей. Либо их составляющие части. Но это так к отступлению. Поэтому делайте вывод сами, какими удобрениями вам лучше пользоваться. А на этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч.